Украина победила в войне против России С одной стороны это можно понять тем, что они солидарны с украинским народом, с украинским правительством, которые хотят жить не так, как это себе представляют политики в России С другой стороны бросается в глаза тот факт, что по мнению немецких политиков на Украине находятся огромнейшие залежи лития Являющегося одним из важных компонентов в производстве вот этих вот аккумуляторов для электрокаров То есть без достаточного количества лития даже Тесла не сможет производить свои долбанные электрокары, которые пытаются более-менее с перевалочным успехом продавать здесь в Европе Еще один момент Они хотят вот эти вот европейские политики, в частности Макрон, вот эти вот английские граждане, политики, которые вышли из ЕС, испугавшись большого наплыва волны беженцев Они прекрасно понимают, что с Украины можно иметь лес, с Украины можно иметь зерновые, пшеницу, кукурузу Естественно по дешевке, по очень низкой цене, потому что тем более в результате вот этой вот войны между Украиной и Россией Они заключают очень много контрактов на ленд-лиз Если те люди, которые сейчас смотрят это видео, не понимают, что такое ленд-лиз Почитайте историю, как Америка давала Советскому Союзу для борьбы с фашистами, военную технику и зерно и так далее Все это давалось по программе ленд-лиз То есть давалось не навсегда, давалось на временное пользование После войны вся военная техника обязана была быть возвернута обратно в Америку Что-то вернули, что-то было угроблено в боях Но тем не менее, после войны еще, по-моему, лет, сколько, лет 70 Советский Союз, а потом еще Россия расплачивались по этим долгам с Америкой по программе ленд-лиз Когда украинские политики, особенно граждане Украины, точно так же попали под эту программу ленд-лиз с Америкой Они все возрадовались тому, что теперь мы всех победим Теперь мы дадим отпор агрессору Но этот ленд-лиз вводит Украину в настолько глубочайшие долговые ямы Что еще ни одно поколение, а то и несколько поколений не смогут расплатиться с мировым сообществом За те ресурсы, за те вооружения, даже те деньги, которые в первую очередь Америка якобы вкладывает в Украину И вот эти вот европейские политики, как я сказал, в частности Макрон Они угрожают, блефуют, скажем так, перед Россией Угрожают Россией тем, что еще один неверный шаг со стороны России на территории Украины И натовские отряды, натовские армии будут стоять на линии фронта И будут вести открытые уже бои с Россией на территории Украины То есть украинских солдат уже практически осталось, скажем так, очень и очень мало По всем статьям, по всем репортажам журналистов со всех сторон Не только с украинской стороны или российской стороны Очень много, допустим, немецких журналистов, тоже разделенных на несколько лагерей Постоянно пишут о том, что на Украине сильнейшие проблемы в военном плане То, что вооружение посылается на Украину, это постоянно, это так оно и есть То, что украинские военные просто-напросто бросают боевую, боеспособную ходовую технику на поле боя Это не секрет, не для кого То, что многие украинские солдаты военные, простые рядовые, бегут с поля боя При любой возможности, если их, к примеру, не видит начальство, это тоже факт, открытый факт То, что Зеленский объявил вот эту вот тотальную мобилизацию И даже тех людей, которые живут здесь, вот эти вот Уже открыто заявили о цифре в 260 тысяч Способных физически держать оружие и воевать Граждан мужского населения Украины Прибежавших сюда, в Германию, в поисках убежища И немецкие власти до сих пор все еще упорно пытаются говорить о том, что Мы не будем заставлять украинских беженцев, мужского населения, покидать Германию Это их право искать здесь убежище Но также мы им не дадим, не продлим визу, если они будут просить политического убежища То есть объясняется это тем, что на территории Украины не везде идет война Даже вот журналисты немецкие говорят, как можно это назвать войной Если, к примеру, западная Украина, там работают гостиницы, там работают курорты Там люди отдыхают, люди живут И о войне видят только или по телевизору, или слушают радио, или получают информацию из интернета Но давайте мы посмотрим на это немножечко с другой стороны Советский Союз ведь тоже был объят войной Во время Великой Отечественной войны, Второй мировой войны Но в Советском Союзе были огромные территории, на которых не было никакой войны Это были тыловые территории Сибирь, Алтай, Чукотка Северная часть Советского Союза Там не было войны Но все люди прекрасно знали, что в стране идет война Поэтому вот это двойные стандарты Вот эта двойная мораль, в первую очередь, западных политиков О том, что можно считать Украину благополучной страной И не считать, что идет война на всей территории Только потому, что западные территории Украины Не подвержены нападению со стороны агрессора России Вот как они это говорят И момент, когда западные политики открыто играют с огнем Утверждая, что мы сейчас, как труханем вас всех с этой России Да мы готовы уже, блин, сам Макрон Да мы готовы уже, блин, наши войска пустить напрямую на фронт Чтобы только воевать, чтобы только освободить Украину Остановить Россию Но также они прекрасно понимают Что они просто-напросто лукавят В том плане, что Весь мир знает Что на территории Украины Воюет очень много отрядов наемников Это наемники из Канады Из Польши Из Германии Неонацисты Из Франции Из Австралии Из Америки В прошлом году Байден сказал, что Да, там есть наши военные Но они не воюют Они всего-навсего обслуживают нашу боевую технику И ведут консультационные работы Иными словами сказать Они принимают активное участие в этой войне Когда многие говорят, что Вот Россия, допустим На свою сторону Для участия в этой войне Призывает Там Северокорейцев Там китайцев Там каких-то Сомалийцев Или еще кого-то Это говорят Ай-яй-яй Это нехорошо А когда Журналисты все пишут И политики Открыто об этом говорят Что На территории Украины Воюют их Наемники Это в порядке вещей И буквально Вот совсем недавно Джо Байден заявил Что если Украина проиграет эту войну Если Россия выйдет победителем То Это поражение Украины Очень сильно ударит по внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов То есть Соединенные Штаты вынуждены будут защищать свои интересы на территории Украины Иным способом Каким иным способом? Если за сколько лет после развала Советского Союза Блок НАТО Не только укрепился в своих позициях Но и расширился на восток Приняв очень много бывших республик Советского Союза в НАТО Вот эти вот прибалтийские Приняв бывшие республики Бывшие страны Варшавского договора в блок НАТО Для чего это все делалось? Вы хотели поиграть кулаками Вы хотели показать свои мускулы Вы хотели показать свою силу Мол зажать Россию со всех сторон блоком НАТО То есть Для чего это делается? Кому-то на Западе, даже в том, в Белом Доме Просто-напросто неинтересно Не хочется, чтобы существовала на планете такая страна Которая не соответствует их внешнеполитическим интересам Их внешнеполитическим вот этим вот заявкам и чаяниям Вспомните, в 93-м году, когда Союз только-только рассыпался Мадлен Олбрайт Она еще была, по-моему Кем она была тогда? Не вице-президентом А одним из... Ох, Господи Одним из министров в Штатах Не помню Не помню Не помню Уже не помню Но она заявила тогда Что Сибирь богата природными ресурсами Природными ископаемыми Там нефть, там газ, там алмазы Там очень много золота И она сказала И она сказала, тогда Мадлен Олбрайт заявляла И Ельцин этот полупьяный Ушлепок, который вверг страну в упадок Который позорил страну буквально на каждом официальном визите Не важно в какой стране Этот пьяный Ушлепок Соглашался с тем, что говорила Мадлен Олбрайт А говорила она следующее Что Сибирь принадлежит не России Хоть она находится на территории России А всему миру И нужно сделать все Приложить все усилия Для того, чтобы Сибирь стала мировым достоянием То есть нужно лишить Россию этой Сибири Это она говорила так Это женщина, родители которой Когда-то сбежали из Югославии От коммунистов И вот она исторгала Вот свою ненависть к коммунистическому строю Ко всему социалистическому Именно вот таким вот образом И Ельцин Да, Ельцин поддакивал, улыбался полупьяно Но Это был позор для России Это был позор для всего русского Что было тогда Я не хочу сказать, что я приверженец Или там, как кто-то один сказал Типа Женщина одна сказала Так ты Блин, вот этот вот Поборник русского мира Я не поборник ни русского мира Ни украинского мира Ни тем более американского мира Нет Я не чей поборник Я человек Живущий по мирным принципам Но умеющий дать отпор Если вдруг до этого дойдет И Все прекрасно знают Что сейчас Прибалтику Просто-напросто напичкают со всех сторон Вот этими вот Натовскими отрядами Натовскими армиями Перебрасывают туда боевую технику Для чего? Потому что В первую очередь Прибалтийские правители Да и сам Макрон с Франции С пеной у рта Почему-то Я не знаю Откуда у них взялись Вот эти вот сведения Они доказывают Всему миру Что Россия Готова сейчас Как только упадет Украина Россия Россия тут же нападет на всю Прибалтику Тут же нападет на Польшу Растопчет под собой Молдавию И победным маршем Пройдет через всю Германию Вплоть до Парижа А потом от Парижа Выйдет на берег Атлантики Я не знаю Кто распускает Вот эти вот Идиотские слухи Но Если посмотреть на это Здраво Россия Если бы хотела Воевать Со всем западом То Они бы давным-давно Уже перекрыли Весь кислород В виде нефти и газа До сих пор До сих пор Поставляемого По договорам С Газпромом На территории Западных стран В том числе На территорию Германии То что сегодня Делает немецкое правительство К примеру Вот эти вот наши зеленые У них интересна Между прочим Политика партии Программа партии Пардон У них есть там один пункт Не отправлять Никакого вооружения Ни тяжелого Ни легкого В страны Конфликтующие Друг с другом Чтобы не поддерживать Военных конфликтов Это у них прописано Так в программе партии Но практически Каждый зеленый Сегодня кричит Что чем больше Мы отправим Оружие Украине Тем ближе Наступит там Мир Ну хорошо Как же тогда Вы идете В разрез Со своей программой Партии Если вы такое Несете И если вы Больше будете Отправлять оружие То это Повлечет за собой Еще большую Эскалацию конфликта Нужно не оружие Отправлять Нужно заставить Вот этих вот Украинских правителей Которые погрязли В коррупции Причем Все И журналы В прошлом году У нас тут По телевизору Дали возможность Журналистам Высказаться По поводу Вот этих Украинских правителей Парата президента И всех 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 И они тогда Открыто говорили Заявляли о том Что Украина Самая коррумпированная Страна Европы Чуть ли не мира Все те деньги Которые отправляются В Украину Куда-то Мгновенно пропадают Все эти Миллионы долларов Миллиарды долларов Которые отправлялись Наличкой туда Они куда-то Мгновенно пропадали И никто Не может Сейчас Выяснить Или найти Вот эти вот Ходы Где делись деньги Лучше бы Вот эти вот Политики Заставили Вот это вот Правительство Украины Сесть за стол Переговоров С Россией И заключить Мирный договор Я помню Как-то На предвыборной Компании Зеленский Утверждал Что он Готов Хоть самим Чертом Сесть за стол Переговоров Лишь бы На территории Украины Не было Никаких Горячих Точек Никаких Военных Конфликтов Подразумевался Донбасс И Луганской Область Ну и так Что ж теперь Что ж теперь Получается Он боится Самого черта Раз готов Воевать Неважно Своими силами Чужими силами Некоторое время Назад Сам Зеленский Заявил о том Что Наши люди Уже кончаются Давайте Своих сыновей Давайте Своих солдат Пусть они Воюют За За вашу Свободу На территорию Украины Ну за нашу Свободу За свободу К примеру За территориальную Независимость Той же самой Германии Должна воевать Немецкая армия На своей территории Если вторгнется Агрессор Я думаю Что это не секрет Я думаю Что это Никакая не страшная Тайна Для всех людей Здравомыслящих И понимающих Ситуацию В мире Почему Допустим Части Бундесвер Должны быть Отправлены Официально Или неофициально На территорию Украины Для участия В войне Против России То есть Это получается Открытая Эскалация Военного Конфликта Что повлечет За собой Скорее всего Применение Если уж Не ядерного Оружия Со стороны России То стратегических Ракет Баллистических Стратегических Ракет Средней Дальности Для того Чтобы поражать Военные Объекты Уже на территории Германии Этого хочет Зеленский Он хочет Чтобы разразилась Война По всей Европе Он просто Не понимает Что ему Советуют Вот эти Кураторы Из Белого Дома И западные Вот эти Консультанты Он не понимает Того Что Когда тебе Что-то Говорят Сделать Нужно Уметь Думать Своей Головой Нужно Ли Это Делать Или Нет Я Не хочу Сравнивать Его С кем-то Но Просто Точно Так же Поступал Адольф Гитлер Во время Второй Мировой Войны Когда Его Генералы Говорили Ему Так Делать Нельзя Потому Что Тут Мы Потеряем Одну Армию Тут Мы Потеряем Столько Частей Тут Мы Потеряем Единственные Кто Знает Военную Тактику И Благодаря Его Планам Немецкая Армия Ведет Сокрушительные Наступательные Бои По всем Фронтам Во что Это вылилось Все Прекрасно Это знают Не знаю Ребята Честно Сказать Я не знаю Вот так Вот я Смотрю На все Это со стороны Иногда Меня Просто Подрывает Высказать Открыто Правду Обо всем Что я думаю Обо всем Что я здесь читаю В разных Вот Информационных Источниках На разных Интернет Порталах Не каких-то Халявных Или фейковых А именно Государственные Интернет Порталы Новостные Есть тут Политики Которые Высказываются За эту войну Всеми руками И ногами Поддерживают Военную программу Чтобы Как говорил Один из Американских Сенаторов Мы будем Воевать с Россией До последнего Украинца Зеленскому Наверное Это было Непонятно Так вот Я говорю Сейчас Ему Открыто Владимир Александрович То что Сказали Американские Сенаторы Воевать До последнего Украинца Касается Даже Аппарата Президента Пока Вас всех Там не Уничтожат Америка Не успокоится Я надеюсь Вы меня Услышали В общем Такая Вот печальная Нота В такой Вот Солнечный День Ну а По другому Никак По другому Никак Нет Я не боюсь Я не боюсь Того Что Мне К примеру Могут Забанить Или Пожаловаться На это Видео Я никого Не оскорбляю Я просто Говорю То что Происходит На самом Деле Без Каких Либо Обличительных Фактов Без Каких Либо Лживых Высказываний В адрес Того Или Другого Политика Вот такие Дела Всем удачи Пока Продолжение следует